Может, как в анекдоте, не руки и жопа, а место просто проклятое. Хотя, все возможно, особенно в Александрии. Разброд, в принципе, и шатание. Продвинутый город. От кого эти люди? Как они там отказались? Но выборы прошли без него. Привет, это я, Андрей Богданович. Каждую неделю я просматриваю Кировоградский интернет и комментирую то, что мне понравилось или не понравилось. И да, это мое субъективное мнение, и это моя личная точка зрения, и да, это дисклеймер. Сегодняшняя тема. Александр Дануца показал политическое белье слуг народа. Кто где победил на Кировоградщине? Кировоградцы уже занимают лежаки в Коблево, футбогеры в тюрьме или исправительная пекельная кухня? В Киеве до сих пор не посчитали голоса в Кропивницкий горсовет. Во всяком случае, официальные результаты не оглашают. Меня опять терзают смутные сомнения. Пока официально только объявили победителей на выборах городских голов. В Кропивницком победил, теперь уже официально, Андрей Райкович. В Александрии Сергей Кузьменко. В других городах Кировоградщины такие теперь мэры. Это Светловодск Андрей Малицкий, слуги народа. Новокраенко Александр Коренный, самовыдвиженец. Новомирград Игорь Забажан, самовыдвиженец. Леонид Кравченко победил в Бобринце, там он на этот раз шел от слуги народа. Знаменко Владимир Скориков от слуги народа. Долинко Евгений Звездовский от той же партии. Виталий Довгополый, благовещенский, самовыдвиженец. И в Гайвероне Роман Валуйко, самовыдвиженец. Не посчитали голоса, еще в помощной и малой виске. Вернее, официально еще не объявили там, кто победил. По горсоветам есть инфа от Александрии. Не вся еще, не все фамилии депутатов там есть на сайте Центра избиркома. Но там есть знаковые фигуры. Ну, во-первых, это Сергей Коваленко, бывший первый заместитель главы Кировоградской облгосадминистрации. Он прошел от европейской солидарности. Людмила Давыденко, давнешняя соратница Степана Цепюка и представительница ОПЗЖ. Кстати, фамилия Цепюк в горсовете Александрийском тоже есть. От ОПЗЖ там Александр Цепюк, я так понимаю, родственник мэра. Елена Богоявленская, еще одна соратница Цепюка, секретарь горсовета, бывшая, я так понимаю, которая ради такого политического союза с Цепюком в свое время ушла из Бакевщины. Вот она прошла в горсовет от партии Сила Людей. Что, честно говоря, для самой партии Сила Людей большая репутационная потеря. Так как соратники Цепюка это так называемое токсичное персональный. Настолько токсичная репутация самого Степана Кирилловича. Кстати, вечный оппонент Цепюка, бизнесмен, которого Цепюк буквально преследовал, и которому все-таки проиграл в свое время суд. Я говорю об Игоре Делиеве, прошел в горсовет и теперь представляет партию Слуга Народа. Интересная политическая семья Проквасова в Александрии. Я так понимаю, они братья Валерия и Виталия. Так вот, оба они прошли в горсовет. Один от ОПЗЖ, а второй от Силы Людей. Я, конечно, понимаю, что в теорию у каждого из нас свои политические взгляды, но тут я в плюрализм как-то не верю. Вечно только любовь. Ну, не представляю я принципиальности в семье Проквасов. То есть, неужели один Проквас, который из ОПЗЖ считает по партийной линии, что в Украине гражданская война, а напомню, это чуть ли не главный месседж партии кума Путина, а второй Проквас и Сила Людей говорит, что она нас напала Россия. И они при этом спокойно собираются за одним семейным столом. Искусы. Хотя все возможно, особенно в Александрии. С нетерпением жду полных списков по этому городу и особенно отдельно по областному центру. Выборы прошли, и тут же со всех, так сказать, щелей полезло. Первыми грязное партийское белье показали слуги народа. У них давно была видна какая-то конфликтность внутри. Разброд, в принципе, и шатание. До последнего не было понятно, кто у них идет в списках, от кого эти люди, как они там отказались, почему кандидатка в мэры отдельно, а остальная команда отдельно. Народный депутат Александр Дануца дал интервью еженедельнику Украина-центра. И все объяснил. Причина. Партия слуга народа работает, оказывается, старыми методами партии регионов. Перед выборами на Кировоградщину, по словам Дануцы, прислали так называемого парашютиста. Или куратора, как его еще можно назвать. Это Никиту Патураева. Он начал предлагать места в списке местным кировоградским бизнесменам, я так понимаю, за чисто символическую плату. Я не знаю, может, Александр Дануца и сам так собирался сделать. Но выборы прошли без него. Куратор и парашютист, так сказать, политический десантник, отстранил Дануцу от командования. Результат для слуг народа от этого неутешительный. В Рады они прошли как-то неуверенно, с внутренним расколом. Что позволяет мне предположить, что дни этой партии по большому счету сочтены. Год, максимум два, продержится разношерстная сбеговиська, а потом все разбегутся по новым или старым политическим проектам. Где летом будет отдыхать Кировоградская область? Ну, если не будет карантина. Думаю, в Рыбаковке, или в Коблево, или в Южном. И раньше на Черноморском побережье Николаевщины, Херсонщины и Одессины наших было полно, а теперь и вовсе, наверное, все побережье будет в наших Кировоградцах. Кукула! Тагил! Тагил реально рулится! Наверное, там на лето надо строить центр административных услуг для удобства. А то кто же останется в степном городе в пыли жить? А причина будущей массовой миграции Кировоградцев – это дорога на Николаев. Вот на видео Алены Капати видно, что бетонку строят там капитальную. В материале сайта «Дозор» говорится, что начальник службы автодорог Николаевской области Владислав с красноречивой фамилией Невеселый рассказал, что, мол, ремонт дороги не велся там 10 лет. Так вот, я скажу, что больше 10 там практически не велся в ремонт, все 20, а то и 25. Насколько я помню по своим поездкам туда. И да, Невеселый обещает, что дорога выдержит после такого ремонта лет 20-25. Я не верю. Думаю, ремонтировать начнут раньше, потому что надо же как-то деньги бюджетные окучивать. Но дай бог, чтобы я ошибался. В общем, занимайте лежаки на Коблевском пляже. Доступ к морю станет, судя по всему, массовым. И вы будете смеяться, но улицу Черновола в Кропивницком опять разорыли. Это не смешно, тетя. Например, я уже не вижу смысла ее закапывать обратно, раз так часто там нужно латать трубы. Судя по сообщениям Андрея Максюты, начальника специнспекции, он, кстати, не прошел в Горсовет, судя по его сообщениям, но, надеюсь, по этой причине он не перестанет записывать свое видео. Потому что именно из них я узнаю, что в Кропивницком то крысы бегают по центру города, то на Черновола роют, то на поселке Нового мусора столько, что кажется, что новый далеко не поселок, а большой продвинутый город. Вы заметили, мало того, что роют в нацетый раз, у них еще и трактор сломался. Может, как в анекдоте, не руки и жопы, а место просто проклятое. И вот это копание на одном месте, это же раскопки. Когда уже будет капитальный ремонт? То есть сняли асфальт, заменили все трубы и закатали асфальт. Это же ведь можно так сделать. Или это противоречит какой-то философии, религии? Удивительное кулинарное шоу можно снимать только благодаря одной фотографии из телеграм-канала CBN Unafficial. На ней четыре варианта. Южное межрегиональное управление по вопросам исполнения криминальных наказаний Министерства юстиции выложило в сеть обеды заключенных. Благодаря им можно увидеть, что едят в Петровской исполнительной колонии, Кропивницкой исполнительной колонии, Кропивницком следственном изоляторе и Александровском исправительном центре. Пошли, так сказать, по стопам инстаграмных фуд-экспертов. Открыли практически, кстати, заключенным новый вид заработка. Есть же специальные инстаграмы, которые деньги на этом зарабатывают. Вот и в колонии теперь такие будут. Все равно им телефоны часто передают на зону, А они потом оттуда звонят с этими известными фразами «Мама, я только что сбил человека, перекинь срочно 500 гривен на карту». Потом можно будет тюремную моду рекламировать. Тюремное бьюти, в конце концов. Брюки превращаются. Брюки превращаются. Превращаются брюки. Например, тюремный инстаграм-блогер Сява рекомендует ту или иную мазь. То налицо. Как ухаживать за кожей, главное, за чьей. А вообще, конечно, хорошо, что у заключенных такой рацион. Питательный. Если это, конечно, правда. А то могли, например, специально сфотографировать, съесть, а выдать, как будто это еда для тех, кто там сидит. Но если все правда, то начинаешь понимать тех, кто «Украл, выпил, в тюрьму». Ну а что, впереди зима. А так украл, сел, кормят нормально, робо дают, еще и деньги платят за работу. Да, немного, но тут из-за аренды жиле оплатить не надо. Это я так ерничаю. Не подумайте, что в тюрьме прям так хорошо, полный пансион. Не дай бог там нам очутиться. И, конечно, о коронавирусе. В субботу 127 новых больных. В воскресенье 74. Общее количество по области более 3000 заболевших. Погибло 103 человека. К сожалению, я не могу сказать, что пандемия идет на спад. Мало того, все это похоже только на начало. Ковиду еще в нагрузку и сезон гриппа. И офигею с наших медицинских чиновников, почему в стране дефицит вакцина против гриппа. Зная о коронавирусе, зная о сезонном гриппе, не подготовиться ни к первому, ни ко второму. Почему украинцев тупо бросили один на один с болезнями, я не понимаю. Еще раз говорю, огромное спасибо всем врачам, которые, рискуя своими жизнями, сейчас борются за жизни других. А самим кировоградцам напоминаю, что носите чертовы маски в общественных местах и транспорте. Это уже признак вашего уважения к окружающим. Помните, вы сами можете не знать, что уже больны. Поэтому перестраховывайтесь. Не заражайте остальных. И второе. Конечно, шумайте руки и пользуйтесь санитайзерами. И вот на этом все. Лайкайте, комментируйте. И помните, все изменяется на краще. Даже питание в исправительных колониях. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok